Сейчас самое обсуждаемое событие, связанное с брендом Сергея Лазарева, это вот скандал ВКонтакте по поводу изъятия вашего контента. С чем это связано? Это какая-то личная ссора с Сергеем Владимировичем? Но, по сути, такой поворот и такой ход господина Дурова, создателя ВКонтакте, связан, наверное, с какой-то, я не знаю, обида ли это, что на меня обижаться. Я всего лишь в очередной раз напомнил всем, что... Вы не напомнили, вы просто наехали, не сказали, что будете его судить, судом страшным беспощадным. Потому что, я еще раз говорю, что я еще раз напомнил всем, что музыка ВКонтакте и видео ВКонтакте, фильмы, они распространяются нелегально. В этом ничего нового нет, просто я об этом один из первых из артистов заявил, и до этого рекорд-индустрии, рекорд-компании об этом говорили. А тут конкретный персонал, известный исполнитель, артист Сергей Лазарев возмущается тем, что вот таким образом используется его музыка, музыка, которая распространяется ВКонтакте. Я об этом заявил, сказал, что... И заявил я, потому что после того, эксклюзивно у меня был... Мой альбом представлен только на iTunes, в день выхода iTunes, эксклюзивно состоялась премьера моего нового диска, четвертого. А когда я на следующий день увидел и узнал, что песня появляется ВКонтакте, естественно, меня это, ну, оскорбило, разозлило, это понятное дело. Вот, и, в общем-то, я так вот в эмоциях написал, что меня это достало уже, и я буду готовить какую-то вот претензию к ВКонтакте. После чего был ответ со стороны ВКонтакте, что окей, удаляем все, но удаляют они с такой очень жесткой формулировкой за отсутствие культурной ценности, значит, моих песен. Это была некая такая, я думаю, шпилька, не знаю, как это назвать, чтобы уколоть меня. А там только вы попали под эту раздачу, или с такой формулировкой еще у кого-то удалил контент? Нет, с такой формулировкой только у меня. А, только у вас, да? Конечно, у меня эксклюзивная формулировка от господина Дурова, причем я, боже мой, такое счастье. На самом деле, все, конечно, весело, но проблем-то остается, проблема нелегального распространения музыки не только ВКонтакте, есть и другие сайты. Просто ВКонтакте — это такая большая социальная сеть, куда все автоматически заходят, и вот у них привычка такая. У меня просто очень много комментариев за последнее время, я услышал и мнений по поводу того, за музыку бесплатную, против, и в основном люди просто не отдают себе отчета, что такое музыка, и что она вообще может кому-то принадлежать. Потому что у меня очень много пишут комментарии по поводу того, что «да вы что, совсем сдурели? Музыка, она же народная, она же принадлежит народу автоматически, как только выпускаешь, там все, вот она сразу народная». Или говорят, что некоторые артисты специально музыку выкладывают свою в сеть. Да, это происходит так, тогда, когда артисты сами являются авторами, и это их собственное решение. В том случае, если авторы передают свои права кому-то другому, например, компании какой-то, которая является правообладателем и руководит этими правами, то эта компания обязана собирать средства для этих авторов. А получается так, что ВКонтакте не идут ни на какое сотрудничество с правообладателями, с трекорд-компаниями, и не хотят выходить на легальный путь, как это делают другие сайты, в том числе YouTube, например, тот же, где тоже люди заливают пользователей разное видео, используя разную музыку. Но при этом YouTube официально выплачивает авторам песен, композиторам, в том числе, что-то исполнителям. Деньги легальные, какие-то от рекламы, которые крутятся у них на сайте. Но в ситуации ВКонтакте никак они не хотят выходить на тропу перемирия с рекорд-индустрией. А вы с Буровым знакомы вообще лично? Нет. И не общались никогда? Ну, вот мне кажется, что нет. Может быть, стоит попробовать, потому что иногда при личном контакте, при личном разговоре очень многие вопросы снимаются, а так они накапливаются только при общении через адвокатов и через прессу. Конечно, но дело в том, что я вообще не очень понимаю позиции, когда вот такая формулировка выдается, да, потому что человек мог, имея такой ресурс, он мог спокойно просто заблокировать, ну, требует Лазарев заблокировать, пожалуйста, блокируй, и все. Но здесь же произошло вот такое специальное... Специальная какая-то формулировка была придумана, да, для того, чтобы меня оскорбить или каким-то образом выставить идиотом на всеобщее обозрение. Но мне кажется, что не подрасчитал он того, что будет такой резонанс от этого, потому что все-таки количество людей, кому там небезразлична моя творчество, оно тоже велико достаточно. И, в общем-то, мне кажется, в данной ситуации я считаю, что просто нужно ему же как-то пересматривать свою работу, тем более с появлением iTunes в России, потому что никто же не против пользователей ВКонтакте, никто не против того, чтобы они делились музыкой, и никто не заставляет самих пользователей платить, потому что, опять же, тоже так в некоторых СМИ было так представлено, что я требую, чтобы каждый пользователь ВКонтакте платил, значит, за мою песню. Это не так, я этого не требую. Я требую несколько других и вообще говорю немножко о другом.